В центре Екатеринбурга прокатный Volkswagen Polo, выезжая из парковки торгового комплекса на Утилус на улицу Куйбышева, не заметил девчушку, катившуюся на электросамокате по краю тротуара. Сбитую школьницу нас скорой увезли в больницу. Мама сообщила о том, что дочь пыталась объехать, остановившись за шлагбаумом Делимобиль. Но водитель неожиданно нажал на газ и сбил девочку. После аварии с ушибами ее увезли в больницу. Авария попала под прицел наружной камеры. Так что вина 41-летнего водителя Polo неоспорима. Позже он сообщил сотрудникам ГИБДД о том, чтобы, езжая на дорогу, посмотрел лишь налево и продолжил путь, не заметив катившуюся справа самокатчицу. Девочка, похоже, тоже накосячила. Наши коллеги с портала Е1 уточнили, что школьнице 15 лет, а следовательно электросамокат в прокат она самостоятельно взять не могла. Вероятно, воспользовалась чужим аккаунтом. Судя по записи с камеры, прокатчик Делимобиля, мужчина с 6-летним стажем рулежки, после наезда до того растерялся, что вышел из автомобиля позже своей молодой длинноволосой попутчицы. К слову, статистика дорожных аварий с деятельным соучастием самокатчиков удручает. Только в этом году по области таких аварий было 8 штук. В итоге семеро раненых, один погибший. А самокатчики, до сих пор прописанные в ПДД как класс пешеходов, превратились во второй настоящий ужас автомобилистов. Первые иногда выскакивают на дорогу из-за припаркованных автомобилей. Вторые несутся, сломя голову, пусть и по тротуару, но порой выныривают из-за придорожных кустов, словно зайцы. Продолжение следует...